Итак, господа, я вас всех приветствую на моем канале и добро пожаловать на очередной влог, где я, собственно, в Таиланде, остров Пхукет, вот такой вот вид из окна, который, кстати говоря, мне уже надоел. Продолжаю смотреть местные достопримечательности, наслаждаться дальним летним видом птички летающей печи. Сегодня мы с вами отправимся на островок, который, я так понимаю, был в локации для съемки рекламы Баунти, по-моему, да, шоколадка, вот помните, Баунти, райское наслаждение. Ну, по крайней мере, выглядит он именно так, должен выглядеть, да. Там должна быть очень чистая, кристальная, красивая голубая вода, замечательный песочек. Валяться, загорать, загорать, валяться, валяться, загорать, загорать, валяться. Ну и самое главное, я постараюсь проснимать что-нибудь под водой, насколько у меня хватит воздуха в дыхалке. Так как здесь, чтобы позаниматься дайвингом, нужно около 150 долларов один раз заплыть. Такими средствами я, к сожалению, не обладаю, но, надеюсь, в следующий раз, когда я сюда поеду, надеюсь, что вообще поеду, я с собой захочу такую сумму специально, уже буду знать, сколько нужно, чтобы снять подводный мир. Но пока что, пока что только маска, бокс над ней. Кстати, эту маску уже испробовала Алена. Она в одном из бассейнов, в котором мы, кстати, были на Вильне, когда ездили по туру Путь к Аватару, она уронила свой плаг на дно бассейна. Это вот такая штука, на которую рухо вставляете, знаете, такая шайбочка маленькая. Вот, я нацепил на нее эту маску с камерой и дал ей, собственно, нырнуть туда. И она благополучно нашла эту свою штуковину, этот плаг, и достала его со дна. Блин, тут просто такая красотища, ребят. Мы находимся возле пристани, получается вообще, по сути, на пристани, но здесь такая, вот, знаете, кафешка, она просто огромная и красивая. Чертовски красивая. Немножко задувает воздух, и надеюсь, что меня будет хорошо слышно. Вот. Вот он, просто офигенный берег Адаманского моря. Я еще, кстати говоря, не говорил, что это Адаманское море. Вот, знаете, Фукет, Адаманское море. Круто, круто все выглядит. И сейчас ждем, собственно, яхту, которая нас заберет и довезет до того самого банана. Бич, банана, остров. Остров бананов. Нам даже дали вот такой вот... Такой вот браслет, чтобы мы не потерялись в случае чего. Клеймили нас. Там, вон, рыба плещется че-то. Че-то плещется рыба. Приехали. Было шумно как-то, да? Приплыли. Приплыли. Уважаемые гости, сейчас время, когда прилип, поэтому у берега много воды. Как в Байкале, только градусов на 30 потеплее, да? Да. Ну, на 20. Вы только взгляните, какой офигенный тут мост. Поэтому мы сейчас по нему пойдем. Да. Ну что, пошли? Пойдем. Офигеть. Оу! Он еще, знаешь, так... Заседает. Да-да-да. Ты знаешь, когда лифт начинает свое движение, да, вот вверх, ты немножко, а потом, ну, а потом, прижимаешься. Прикольно. Вау! Сань! Ой, как классно здесь вообще! Классно на банане кататься. На банане? Да. Ну, это же... Ну, это банана-бич, я думаю, надо. Воу! Штуки-движки. Вот и все, и закончилось наше приключение по-фигенному. Наверное, это одно из самых веселых, что мы здесь сделали. Пока что. Пока что, да. Добро пожаловать на банана-бич, остров, райский уголок, чтобы загорять. И самое что ни на есть, банановый рай. Вы гляньте, вот там кокосы есть даже. Самый такой классический остров, где растут кокосы, есть песок офигенный. Тут, я вам скажу, достаточно тяжело найти уединенное место, где можно что-то вот позаписывать, чтобы не было громко и чтобы людей было мало. Людей тут просто дофига. Вот. Ну, нашел какую-то тропинку. Вот, прошелся по ней маленько. Я думаю, здесь нас никто не побеспокоит. О чем я хотел с вами поговорить, пока я здесь, пока у меня есть время что-то позаписывать. Сейчас, конечно же, я нацеплю на себя эту долбанную маску и пойду нырять. Типа, надеюсь, что все будет хорошо, и я сниму много прикольных кадров под водой. Вот. Также узнал, сколько здесь стоит дайвинг. У нас вот гид-менеджер, который был в самом отеле, он сказал, что вот дайвинг стоит у нас где-то 150 долларов. Короче, достаточно дорого дайвинг стоит, 150 долларов, это просто жопа какая-то. А вот здесь, я спросил у нашего гида, говорю, спрашиваю, сколько здесь стоит дайвинг. Кто-то говорит, ну, 2000, типа, бат, ну, это где-то, если в рубли переводить, где-то 3200, где-то, ну, так вот, где-то рублей. Вот. Значит, он говорит, ну, оно того не стоит. Я говорю, почему? Это, говорит, для тупых китайцев. И тут я, короче, с него заугорел. У нас гид, походу, тот еще, Расюга. Ну, фиг ли, Таиланд можно. Помимо этого, он еще до этого высказывал такую вещь, типа, ребят, осторожнее ходите, тут, типа, морские ежи, и каждый день кто-нибудь донаступит на ежей. Но в основном, говорит, это китайцы. Тупые, говорит, китайцы. Если бы я, конечно, с него вообще заугорел. Там, вон, какая-то большая русская группа, ее, может, отсюда не видно, сейчас забираются на лодку. И они сейчас отсюда срыгнут. И дышать станет легче. Но, блин, на самом деле, я немножко разочаровался в этом месте, потому что я думал, здесь будет народу гораздо меньше. И оказалось, что здесь просто дофига людей. Вот прям дохрена. Где-то в прайс-листе вот таких вот туров, да, вот как этот, был один остров тоже с хорошим пляжем. Ну, что-то подобие этого. Но там было такое небольшое условие. Раз в день на этот остров могут въехать только 100 человек, и не больше. Понимаете, как круто? То есть, людей вообще не будет. Просто как необитаемый остров. 100 человек, в принципе, это тоже много. Но здесь хотя бы... Там хотя бы вот как-то все равно дышаться будет легче. Ну, мы, конечно, его не взяли. Потому что он был дорогим. Вот. Это какое-то особенное правило их особенного острова. Вот. Ну, я, собственно, сейчас возвращаюсь. Обратно. И постараюсь поснимать что-нибудь еще для вас. Поэтому до новых кадров! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Столок. А ты че ты? Нормальненькая. Просто трубка такая. Из трубки. Эй, есть кто-то. Так, Лев, давай еще разок. Я огонь. Ты что-то стань, а? Скажи. Скажи. Субтитры добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Считай 150, 160 Если бы я выживал на острове, я бы свихнулся в это пить А так вкусно, да? Почему? Это же как вода! Да, но она сладкая Прикинь, если нет жидкости на острове, и тебе остается пить все время только кокос Офигенно! Синфронно! Синфронно! А вот это, Лев, чтоб черпать кокосовую мякоть, не урони ее! Мякоть! Мякоть! Я видел всякого дерьма в магазинах, но вот это вот что-то новенькое, ребятки Диски сколы уже Стоит всего 100 Вы слышите эти звуки? Прикиньте, это, короче, во всех магазинах у них, когда дверь открывается, люди проходят Вот эта фигня, она постоянно издает звуки, прикиньте, как можно сильно свихнуться, работать здесь, во всех магазинах и по многу-многу раз Ты, наверное, хочешь мое молоко? Это очень... Ладно Так, а мы ходили на массаж вот к этим замечательным девушкам, женщинам, бабушкам Да, я капец обгорел очень, очень сильно обгорел Вот, когда купался, там, получается, на берегу вот эта вот вода, она, свет преломлялся, и в два раза быстрее загорали, и это... Короче, это была просто печка, гриль, и пока ты не вылез, ты даже... Как же на сковородке Да, ну что самое забавное, ты реально об этом даже не догадываешься, пока не вылезешь и не обсохнешь Вот То есть ты такой купался, купался, молодец, все, вылазишь, а ты красный, как помидор просто, и все Как кто? Помидор Как рак Нет, как рак, там надо, чтобы еще и руки задело А тут и помидор А ты весь красный В общем, вот как-то так Идем обратно в номер Пиджес, отель Отвали нафиг Заметь, без той самой буквы Какой буква? А? Какой буква? Нафиг Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!